День Победы, который празднуется 9 мая, для многих россиян является одним из главных праздников. Однако героев Великой Отечественной войны вспоминают не только один раз в году. Вторая мировая война включает в себя множество дат, достойных внимания. 2 февраля, 76 лет назад, уроженец Рязанской области Федор Политаев не дал немецким захватчикам провести широкомасштабную операцию против итальянских партизан. Дожидаясь подкрепления, немцы собирались пойти в атаку. Необходимо было их заставить сдаться до этого. Тогда Федор Политаев поднялся в атаку и, ведя огонь из автомата, приказал немцам сдаваться. Следом за ним подоспели итальянские партизаны. В этом году, 2 февраля, в администрации Рязани прошла международная конференция с итальянскими коллегами и писателями, на которой обсуждались как вопросы взаимодействия между Рязанью и итальянскими городами-побратимами, так и честование памяти Федора Политаева, героя Советского Союза и национального героя Италии. Чтятся традиции не только на нашей родной земле, но и в Италии. Я лично видела отношения вас, дорогие друзья итальянцев, с каким уважением вы относитесь к героям, независимо от того, какой национальной принадлежности. Но самое главное, что эти люди сделали для того, чтобы мы сейчас с вами жили в мирное время. Юлия Рокотянская отметила, что одной из главных задач является передача следующим поколениям наших знаний, для того, чтобы мир на земле сохранялся на долгие годы. В диалоге с итальянскими коллегами рязанские политики отметили, что Вторая мировая война, которую в России называют Великой Отечественной, стала серьезным испытанием для всей нашей страны, а также для Рязанщины. Более 300 тысяч рязанцев ушли на фронт. Многие не вернулись домой. Тысячи были награждены орденами и медалями. Многим было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. И многим оно было присвоено посмертно. Их вклад в победу бесценен. И на примере этих людей мы воспитываем молодое поколение. К сожалению, в сражении 2 февраля 1945 года Федор Политаев погиб. Но благодаря его храбрости немцы бросали оружие и были окончательно подавлены отрядом, в котором воевал Политаев. Он посмертно был признан Героем Советского Союза, а также получил другие советские и итальянские награды. На данный момент его подвиг привел к хорошему взаимодействию между Рязанью и Италией. Там у нас появилось два города Побратима – Генуя и Александрия. Сейчас между Рязанью и Италией проходит плодотворное сотрудничество. Мы всегда рады вас видеть. И надеемся в скором времени, теперь уже не мы первые к вам, а вы к нам, наверное, приедете либо на 9 мая, либо на День города. Эта международная конференция, которую ввел внук Федора Политаева, была направлена и на то, чтобы вспомнить всех, кто участвовал в боях Второй мировой войны. Тех, кто боролся за свободу и мирное будущее. Своей задачей рязанские политики и коллеги из Италии ставят недопущение повторения печального опыта прошлого. Они нацелены совместными усилиями строить для будущих поколений процветающий и справедливый мир. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».